Продолжение следует... У более половины пациентов диагноз определяется на поздних стадиях заболевания. Высокая смертность пациента связана с прогрессией опухолевого процесса. Для мониторинга больных плоскоклеточным раком головы и шеи в клинике используют оценку уровня антигена плоскоклеточной карциномы, которая по последним данным не обладает достаточной чувствительностью. Использование молекулярных показателей биологических жидкостей организма представляется очень привлекательным и менее затратным подходом для диагностики. Накоплено достаточно большое количество работ по профилированию протеома, сыворотки и плазмы крови онкологических больных с помощью масс-спектрометрических методов. Ранее нами был проведён анализ протеома сыворотки крови больных плоскоклеточным раком головы и шеи и здоровых лиц. Было показано, что с метастазированием рака гортани связаны несколько функционально различных белков, в том числе актинсвязывающий белок, аденелилциклаз, ассоциированный протеин-1. Известно, что в развитии злокачественных опухолей важную роль играют различные актинсвязывающие белки, координируя перестройку активного цитоскелета, необходимую для реализации программ пролиферации и подвижности опухолевых клеток, процессов, тесно связанных с метастазированием опухоли. Достаточно широко исследуется уровень актинсвязывающих белков именно в ткани опухоли и выявлена связь с течением опухолевого заболевания. Например, по многочисленным исследованиям показано, что вышел помятанный аденелилциклаз, ассоциированный протеин, функционально связан с кофелином и профилином. Таким образом, работ по циркулирующим системным кровотоке актинсвязывающих белков недостаточно, что определяет необходимость развития теоретической базы в результате теоретической базы для дальнейших разработок эффективных диагностиков. В результате верификации данных протеомного анализа нами была выявлена связь сывороточных уровней аденелилциклаза, ассоциированного протеина, профилина и фасцина у больных с раком гортани, с прогрессией заболевания. Результаты эти были опубликованы ранее, в прошлом году. Присутствие циркулирующих актинсвязывающих белков в системном кровотоке может быть связано с различными источниками, в том числе и с циркулирующими опухолевыми клетками и иммунными клетками. Данные таких работ в литературе практически не встречаются, поэтому целью представляемой работы явилось сопоставление уровня таких циркулирующих актинсвязывающих белков, как аденелилциклаза, ассоциированный протеин 1, кофилин, профилин и зринфасцин в системном кровотоке с их экспрессией в выделенных пулах циркулирующих опухолевых клеток и иммунных клеток с целью определения характера и наличия связи между показателями. Моделью для исследования явилась периферическая кровь больных раком гортани. В исследование вошло 15 больных плоскоклеточным раком гортани с разной стадией опухолевого процесса, не получавшие противоопухолевого лечения до настоящего исследования. Для иммуноферментного анализа использовали сыворотку крови и наборы, представленные для иммуноферментного анализа на слайде. Анализ экспрессии актинсвязывающих белков в лейкоцитах и циркулирующих опухолевых клетках проводили путём разделения клеток методом проточной цитофлюлиометрии. На первом этапе разделяли клетки на CD45 положительные и CD45 отрицательные. Из CD45 положительных лейкоцитов выделяли последовательно субпопуляции экспрессирующие исследуемые белки. Из гейта 45 отрицательных клеток выделяли эпкам положительные клетки, принимая их за циркулирующую опухолевую клетку, из которого также последовательно выделяли субпопуляции экспрессирующие исследуемые белки. Результаты выражали как процент CD45 положительных клеток, экспрессирующих актинсвязывающие белки. На слайде также представлены метки, которыми пользовались при проведении проточной цитофлюориметрии. Итак, на слайде представлены результаты иммуноферментного анализа циркулирующих актинсвязывающих белков в сыворотке крови больных раком гортани в зависимости от стадии заболевания. Выявлено, что у больных раком гортани с метастазами достоверно увеличивался в сыворотке крови фасцин и аденилинсклазоассоциированный протеин. Также относительно размера первичного опухолевого усла увеличивались фасцин-1, КАП-1 и профилин-1 в запущенных стадиях относительно с начальной стадии опухолевого процесса Т1 и 0.2. Данные эти были уже опубликованы. В исследование здесь вошли 58 человек. ИФА-анализ на представленной выборке 15 человек показал, что самыми изобилующими белками были это фасцины из рин-медианы, которых представлены на слайде, и самое низкое содержание отмечено для КАП-1, профилина и кофилина-1. Индивидуальный разброс значений для каждого белка в сыворотке крови у больных раком гортани, это данные моноферментного анализа, показали, что достаточно большой разброс наблюдался для профилина-1. На графике по оси ординат расположены больные, вошедшие в исследование, и по оси АП-ЦИС процентное содержание белков исследуемых выражено как процент от суммарного содержания всех изучаемых белков. И следующий этап — это был проточная цитофлюриметрия, разделение клеток на циркулирующие опухолевые клетки и лейкоциты, и на представленной выборке больных было показано, что медиана уровня циркулирующих опухолевых клеток составила 0,06 от всех клеточных элементов крови. Это приблизительно 3 клетки на 50 000 клеток. На слайде представлен этап относительно количества изучаемых активосвязывающих белков в популяции циркулирующих опухолевых клеток и CD-45 лейкоцитов. Было показано, что содержание было различным. У больных в представленной выборке обильно были представлены в составе ЦОК популяции экспрессирующие фасцин и кап. 92,87% соответственно. Менее были представлены в циркулирующие опухолевые клетки, экспрессирующие кофелин. Популяция CD-45 лейкоцитов в основном была представлена КАП-1 и фасцин, содержащими популяциями. Менее представлен пул CD-45 лейкоцитов, экспрессирующих профилин. У меня его не видно здесь, к сожалению. Профилин и кофилин позитивных лейкоцитов. Изерин в основном экспрессировался циркулирующими опухолевыми клетками. Красные столбики — это представлены соответствующие уровни белков в сыворотке крови. И на слайде представлен клинический пример. Это мужчина 64 года со стадии заболевания Т4-0,0, рак гортани, плоскоклеточная карцинома умеренной степени, дифференцировки, и лимфоузлы здесь с признаками смешанной киберплазии. Представлено относительное количество CD-45 положительных клеток и экспрессирующих практически все исследуемые белки. И на этом слайде продолжение представлен полуциркулирующих опухолевых клеток, экспрессирующих. Здесь у больного экспрессия наблюдалась фасцина КАП-1, и вот у него экспрессия профилина-1. Анализ взаимосвязей уровней циркулирующей активности отзывающих белков в системном кровотоке и количества изучаемых клеточных субпопуляций, экспрессирующих соответствующие белки, выявили наличие связей средней силы. Так, уровень сывороточного фасцина коррелировал с кофелин, содержащими лейкоцитами, и фасцин, содержащими лейкоцитами. Также наблюдалась корреляция кофелин, содержащих лейкоцитов, и из рин содержащих, и отрицательная корреляция кофелин, содержащих, и фасцин, содержащих циркулирующих опухолевых клеток. И достаточно средней силы взаимосвязь наблюдалась у КАП-экспрессирующих лейкоцитов и КАП-1, экспрессирующих, циркулирующих опухолевых клеток. Подытоживая полученные результаты, можно сделать вывод, что в системном кровотоке у больных плоскоклеточным раком гортани из изучаемых актинсвязывающих белков наиболее выражен был уровень фасцина и изрина. Лейкоциты и циркулирующие опухолевые клетки, находящиеся в периферической крови, характеризуются различной экспрессией актинсвязывающих белков. А именно популяция цок обильно представлена субпопуляциями, содержащими КАП-1, фасцин и изрин. Популяция лейкоцитов была представлена в основном кофелин и профилин субпопуляциями. Также определено наличие связи сывороточного уровня фасцина с количеством фасцин и кофелин, содержащих лейкоцитов, что может характеризовать иммунный ответ организма на опухолевой процесс при раке гортани на системном уровне. В целом, сопоставляя результаты проточной цитофлюиметрии и иммуноферментного анализа, можно предположить, что присутствие изрина в циркуляции может быть связано с его наличием в циркулирующих опухолевых клетках. В то время как наличие кофелина и профилина обусловлено экспрессией этих белков лейкоцитами. Источниками фасцина и КАП-1 могут являться как и циркулирующие опухолевые клетки, так и лейкоциты. В настоящей работе впервые получены данные о связи циркулирующих функционально различных активно связывающих белков в системном кровотоке с выделенными пулами циркулирующих опухолевых клеток и иммунных клеток, экспрессирующие соответствующие белки при раке гортани. Выявленные связи и различия в содержании актинсвязывающих белков в циркулирующих опухолевых клетках и лейкоцитах могут быть связаны как с тканеспецифичностью изучаемой опухоли, так и отражать иммунный ответ на опухолевый рост. Работа была поддержана грантом РФФИ. Спасибо за внимание. Продолжение следует...